Собрание начали с молитвы. Перед иконой прочитали отче наш, учащиеся кадетских школ, казаки, анапчане, священнослужители, представители администрации курорта, члены общественной организации реабилитированные, почтили память жертв политических репрессий. День памяти жертв политических репрессий является для нас днем всеобщего траура, потому что мы, жители нашей страны, пережили национальную трагедию, которая началась сразу после октября 1917 года. В 1918 году в России казнили 3000 священнослужителей, тысячами гибли казаки, пострадавших за историю нашего отечества 800 тысяч. Это еще и семьи репрессированных дети. Слава Богу, что казачество сейчас возродилось. Но я говорю, как атаман, мне это, конечно, ближе, вольно и так далее. Политическая машина прошлась по многим семьям. Это общая боль. У меня дедушка тоже был политически репрессированным, поэтому это тоже дата для меня такая немаловажная. Репрессировали у отца, пришли ночью, расстреляли, грубо говоря, и он с матерью один жил. И, конечно, это отложилось и на его судьбе домнейшей, и, в принципе, на жизнь. Это очень трагическое событие нашей истории. И мы вот проводим эти мероприятия для того, чтобы это в будущем никогда не повторилось. Память погибших почтили минутой молчания. Собравшиеся поделились воспоминаниями, отметили необходимость воспитания в детях гуманистических идеалов. Казаки возложили венки к памятнику жертв репрессий. Встреча завершилась концертом.